привет друзья сегодня у нас видео о машине которая больше всего вызвала оживление комментариев разных много негативных сейчас вы ее увидите я думаю вы уже поняли о чем я говорю это toyota fj cruiser летающая toyota давайте в двух словах расскажу поговорив с хозяином я сам лично не присутствовал на месте я думаю кто мои видео смотрит тот это понял поговорив с хозяином зачем были эти прыжки там много у людей вопроса возникает ну хочу объяснить в чем была ситуация то есть вы увидели небольшой кусок этой гонки гонка была там около трех часов по времени достаточно длинная то есть двух километровый круг был джип спринт соревнования то есть это не просто человек захотел там попрыгать ему нечем было заняться ну и значит как как мне рассказал владимир участник соревнований хозяин fj машина подвисала то есть машина в полном стандарте сейчас вы все увидите в машина в полном стандарте единственное только увеличен клиренс за счет шин ну и подвисала несколько раз приходилось лебедиться назад чтобы помогали участники там помогали стаскивать там деревьев мало было ну из-за этого потом пришлось более агрессивном стиле проходить эту дистанцию эти участки там люди писали что патрон вот красиво правильно проехал патрон лифтованный с большими колесами то есть естественно это было проще сделать и комментарии там что человек пьяный неадекватный это было соревнование прохождение достаточно сложной трассы fj и пилот справились все хорошо смотрите дальше вот эта машина светло тут у вас хорошо тепло почти так ну а что там бампер везут новый да так друзья ну вот китайский порог то что пострадало ну его ценность невелика и хозяин их все равно хотел менять то есть из основного только бампера володя говорил привезут бампер да сейчас из основного бампер ну и максимальное повреждение на бампер я привез один вот есть у него посмотрите там накладочки только поменяем и все боковые да он силовик не не собирается доставить может быть попозже сейчас просто надо машину не до раньше сдать так что машина вся целая обратите внимание зазоры кто там переживал писал кричал правая сторона правая сторона то это там больше пострадала две двери тут шноркель был да наверное за шноркель а может или это тревога подрихтовать до приставить зазоры ничего тут трагического нету тут все на месте тут тоже практически да зеркальце зеркальце только корпус до накладка построить а стекло только и все да то есть никаких проблем там про рассказы проходовую сейчас она качнуть амортизаторы все держит вообще никаких вопросов просто подвески никаких проблем в движении ничего вообще никаких на вопросу он человек катался по ходовой что там колеса давайте покажу стоят ровно никаких блин конечно и в джей и вообще тойота удивляет в шоке просто просто в шоке все что тут еще порой я уже сказал да они ценности не имела будет ставится силовые нормальные обычные в джей амортизаторы хозяин сказал 2008 года а вот и сам привет так как новая вообще а он бампер там уже сбивал грязь а бампер андрей сказал попозже станет все целое все целое на подвеска не шумит идеально подвеска все так подожди тыш финишировал все доехал единственно заметил на панели приборов датчик износа тормозных колодок светится сделаем диагноз короче пострадали больше всего колодки я понял не ну блин амортизаторы вообще держит все четко миска делали а это там между рамой кузовом диагностику еще не делал приболел завтра сутрица крыло только вот это да и за двери до радиаторы все целенькая до были на как ты выбирал такую машину крепко случайно случайно купил чисто случайно офигеть блин и я такую хочу ну и у меня просто другой бренд я не могу его бросить ника на поехал нашел по интернету машина приехал там хлопчик продает плачет говорит блин квартиру на квартиру денег надо короче хорошие руки отдал до хорошей блин класс в джей конечно у нас товарищ с нами который в африке ездил с кривого рога андрей у него тоже fg и мы там издевались над этой тойота там 70 каш такая удлиненная для сафари которая издевались убивали 3000 проехали там такие дороги я говорю андрюха твой fg бы наверно там умер он говорит да нет проехал бы он тут везде без проблем и намного комфортнее теперь я ему верю конечно после после твоих испытаний вот у меня что пострадает да я показал уже но это китайские это не родные да я накануне купил пороги железные просто не успели поставить блин это короче этот короче вообще бы ничего не пострадал а какой размер 33 колес до это вообще ни о чем на таких прыжках на глаз 33 то да обычно грязевая резина стандартная назад 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 подожди тоже прыгал взлетал так ты хитрый подождите пойдем вниз тогда что там не увижу до подушки ну давай хоть покажу что тут все 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 уцелело вот рама ара мегаплейк пишут ну там более жесткой жесткой форме писатели для всех писателей показываю раму подушки с кузовом о сейчас секунду свет писатели пришлось ради вас специально приехать показать смотрите рама это бензобак же да сбоку да вот так же у меня гран чироки на котором я приехал тоже с одной стороны бочка с другой бензобак такая же схема не самая удачная как на мой взгляд для обычной машины так а вот подушки володя видно видны подушки твои синенькие смотрите задняя подвеска подушки а это ты с америки заказывал да с америки подушки поэтому так ну вот рама вот вперед рамы никаких вот подвеска саленблоки давайте может амортизаторы увидим где-то сейчас секунду короче потеков масла нигде нету никаких вот амортизаторы полностью сухие кто там переживал блин тойота я я я в шоке амортизаторы 2008 года 10 лет им да что не менял ты так блин охренеть вообще вот отбалансированные колеса 15 раз ты так ее испытываешь да у меня даже я даже на это не знаю что сказать вообще вот подуш по пороге устал менять но сейчас поставишь нормальные не надо менять будет вот подушка кузова кроме все на месте никаких сдвигов тут тоже тому полностью и с этой стороны давайте покажу нахренеть слышишь я смотрю чем дольше я тут нахожусь внизу тем больше я хочу купить тойоту вот амортизатор стойка точнее то не твоих вообще вообще а слышишь один комментарий пишет человек говорит наверно цены взлетят теперь на fg понял после твоего заезда чтоб тебя преследовать не начали после этого этого возобновили mj в этом году я думаю спрос есть были мне ничего я не могу понять честно говоря как это вообще все прошло ну блин шок просто шок сзади пожалуйста амортизаторы кстати давайте сейчас посвятим еще задние амортизаторы то вода то не потек глушитель на месте слышишь так а в движении никаких нету никаких да там недостатков а еще газовый баллон пожалуйста висит сзади пищу масса дополнительно выше чем вот правый левый амортизатор тоже непонятно как как это все могло выдержать я честно говоря не понимаю а подожди у тебя сзади силовой да вот так и покупал на силовик а калитка что-то запаска на то есть перед если стоял человеческий бампер то было бы надо какой-то повыше делать силовичок и амортизаторы может передние по посерьезнее какие-то подкинуть а лифтовка как родную стандарте ну да вперед вообще как бы не высоко ну да это же на пару на пару размеров выше родных получается 265-77 200 и там не 265 на 200 до 235 ну то я ничего такая а это ты тестировал резину просто короче тут вроде как все стабили все на месте вот подушки передние короче я думаю всем все понятно что потерял один парктроник одев а вон поторвался так можно на бампере висит короче минус на парктроники попал это горе аккумулятор выжил так что покупайте fj друзья всем рекомендую нет ну твой это не продается а вообще я говорю тем более выпуск возобновили до бесплатная реклама тойота что-то у меня в этом месяце как-то с тойотами больше все связано и катались мы долго на тойотах конец прошлого начала этого года 3000 проехали на другой до класс все всем пока спасибо надо глянуть это это целое да да есть элементы бампера которые уцелели мы ну да это целая там ее не туда как раз на новом слышишь володя получается он был наверно не полностью целый до этого если ты это уже не заезды до уничтожение то есть это уже был грубо говоря за несколько раз его уничтожили так что 15 заезд был такой жесткий так что тут вопрос ну вот это место а эта сторона еще и целая осталась а вы сняли до целый весел на нижних креплениях сняли просто и дальше поехали да ладно 300 гривен на ойл икс автор его позвоним узнаем так можно менять часто так проще тогда можно силовой не варить дорогой и не утяжелять автомобиль звони там акции в кривом рогу там много и в джею видно дороги плохие андрей мне рассказывал как он поехал куда-то по работе отъехал 30 километров за 30 километров от кривого рога запаску кончил точнее сначала порвал одно колесо потом порвал запаску и потом ему повезло ехал человека и он назад на чужой запаски вернулся ему потом новой почты отправил 300 гривен наверно не совсем точная цена за мануха понял второй порог я по объявлению звоню по банк наберет вот тоже средства передвижения внедорожника серьезную а это мост тоже туда же какой второй меня встретить так что-то темнишь винт перед него сзади а подожди кто-то мне что-то говорил там про какие-то планы жесткие так винт сюда да вот а вот и пороги вот и новые пороги штатные видишь штатные они вообще алюминиевые капота вот прикрыли полностью там откручена ней не за не закрывали видите сами все тут не захлопнуто просто до конца так практически все на месте все всем пока спасибо